Комната школьника до обеда после кабинета айтишника. 15-летний Михаил Лисовой, разработчик с именем, десятки раз побеждал в краевых и федеральных конкурсах. Уже обладатель патента, а это его очередная разработка. Контролировать факторы, влияющие на снижение остроты зрения. То есть освещенность рабочего пространства, расстояние до монитора в зависимости от диагонали экрана и время общего активного просмотра без изменения положения. Парень почти все время проводит за монитором. Зрение падает. Поэтому и себе, и будущим пользователям приложения прописал напоминалки, которые будут всплывать в фоновом режиме. Когда приближаешься ближе 24 сантиметров к монитору, вот оно. Я установил специально таймер, не сильно большой, около 15 секунд, чтобы долго не ждать. Но вот, выдавление о непрерывной работе. Айти – лишь одно из направлений Всероссийского конкурса имени Менделеева, региональный отбор которого прошел в Барнауле. Медицина, биология, история, краеведение. Часто проекты максимально личные. Например, о свадебных традициях российских немцев. Мне очень понравилось свадебное платье моей бабушки, которое она шила сама вручную. И все украшения, венок, ленты. Она делала все это сама. Я задумываюсь над тем, чтобы перенять некоторые традиции, когда буду выходить замуж сама. По словам руководителей конкурсных проектов, дети, увлеченные исследованиями, были всегда. И признаются, что нельзя судить об уровне работы по возрасту авторов. Они не то, что довольно глубокие. Дело в том, что там часто используются знания, полученные не только конкретным школьникам, а часто, например, какой-то кружок в течение многих лет собирает какой-то материал по направлению. Часто это преемственные такие работы. Четыре года создавался проект о причинах головной боли у старшеклассников и способах ее профилактики. По итогу у третьей части испытуемых жизнь улучшилась. Облегчающими факторами являются свежий воздух, свежая вода, затемненные комнаты, например, и общение с друзьями. Авторы наиболее проработанных и актуальных по решению жюри проектов представят их в Москве. Однако конкурс – лишь очередной этап, уверены юные исследователи. Так, у Михаила в планах на ближайшее будущее уже несколько проектов. Ирина Корчагина, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.